Шутки и смех — это моя защитная реакция. Бывало, что попадаешь в такие ситуации, когда тебе даже смешно от того, что всё так плохо. Юмор помогает мне справляться со сложными моментами жизни. Поэтому в нашем шоу мы высмеиваем истории, в которых нам бывало очень стыдно. Но даже юмор не всегда помогает, а просто прикрывает твою проблему. Но она остаётся. Поэтому нужно обращаться за помощью к профессионалам. Лично я обращалась к психологу с запросом о чувстве вины и тревожности. Сначала мне было сложно раскрыться, но с течением времени мы с ней проработали данную травму. Я чувствую себя гораздо увереннее и лучше. Именно для таких запросов и не только существует сервис онлайн-психотерапии Ясно. На данный момент Ясно — это самый крупный сервис в русскоязычном пространстве. Психологи Ясно провели уже более двух миллионов сессий. Это весомое подтверждение тому, что сервис стабильный и надёжный. Все специалисты в Ясно проходят тщательный отбор. Ведь это не просто маркетплейс, а профессиональное сообщество, созданное психологами. Недавно задумывалось, вот ты доверяешь психологу всю свою жизнь, выворачиваешь душу наизнанку. А кого-то кроме меня вообще волнует? Правильно ли он всё делает? Стала изучать этот вопрос и узнала про супервизию. Каждый уважающий себя психолог разбирает кейсы из практики вместе с старшими коллегами. Ясно, у каждого есть такой супервизор. Ребята позаботились и о безопасности. Все сессии проходят на собственной видеоплатформе Ясно. Поэтому консультацию с психологом нельзя записать даже технически. Также есть гарантия конфиденциальности. Так что все секреты под защитой. А по нашему промокоду SCOKER в Ясно вы получите скидку 20% на первую сессию. Это поможет вам лучше познакомиться с психотерапией. Вклад в своё ментальное здоровье – это не стыдно. Ссылку и промокод ищите в описании к этому видео. Вы смотрите шоу «Мне стыдно». Шоу, в котором гости рассказывают свои постыдные истории. Давайте встречать наших гостей. Это Асхат Ибитанов. Это Зарина Байболова. И Асхат Ниязов. А меня слышно вообще? Тебя? Да. Тебя слышно? К сожалению, скажи «да». Нет, к радости. Нам потом зачем брак по звуку. Спасибо большое, что пришли, что согласились рассказать свои постыдные истории. Я сейчас буду как этот Малахов. Я очень рад, что вы решили открыться. Спасибо, что пришли на наш программ. Не прерывайтесь после рекламной паузы. Блин, я причём подумал Геннадий Малахов. Я старею. И ты сейчас на огурце сидишь. Не без этого. Да, ну реально, потому что я честно удивляюсь тому, как сейчас... Ну у нас в Казахстане не принято рассказывать про какие-то свои постыдные случаи. И особенно популярным людям. И то, что у нас рассказывают здесь... То есть Асхату можно в целом. В принципе, если что, он этот рэпер. Да. Я, если честно, я... Ну реально, я слушаю твои треки, они прям классные. Вот это твой последний альбом. Это реально золото. Ты был на концерте, мы видели, когда ты в Варшаве. Да, да. В Варшаве. Сейчас разгоняете ли он реально рэпер? Нет, нет, у него трек вышел. Мы с тобой столько знакомы, и ты говоришь, что не знал. Да, у нас даже одно имя с тобой, да. Я про тебя, у меня песня про тебя есть. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы спросить у вас, есть ли у вас какие-то вещи, которые вы хотели бы проанонсировать. Может быть, какой-то новый альбом или сольный тур. Я знаю, что ты каталась с сольным туром и катаешься. Я только закончила. Закончила. Может, что-то будет в Европе, мы сейчас планируем в Евро-тур поехать с Мадиной. В Евро-тур? Да. А у тебя микрофон работает? Да, да, вот так. Вот так. Не умею работать с продолговатыми вещами. Да. Некомфортно, когда что-то продолговатое возле рта. Непривычно, так скажем. Ты к своим поедешь, да? Это ты сейчас чихнул? Ты не знал, у меня дурацкий смех, ты не знал? У меня тоже. Вот только что узнали, да. Ну, получается, ты поедешь в Европу. Я закончила тур по Казахстану. Ты отсняла свой сольный концерт? Сняла в Алма-Ате свой сольный концерт «Отцы и дети» и готовлюсь ехать в Евро-тур. Да, я думаю, что... Если кто-то будет в Европе в октябре или в начале ноября, может, там увидимся. О чем будет твой концерт? Отцы и дети. Как ты думаешь? Пожалуйста, Асхат, у тебя какие... Ну, если серьезно, мы сегодня еще тоже сняли новый проект, который, возможно, к этому моменту уже будет на Ютубе, либо скоро будет... Как называется? Чазаха. Это интеллектуальное шоу, где комики, резиденты Стана-Пасана показали, что они очень далеки от интеллектуального шоу. Шоу, в котором просто побеждают телезрители и все. Очень сильно побеждают телезрители. Так, спасибо большое. Давайте поаплодируем и... Ну, хорошие у вас, конечно, планы, я... И, пожалуйста... Не как у меня. Не, на самом деле, здесь больше всего ждут твоих планов. Всем интересно, что будет дальше у тебя на канале. На канале обожаю. Реально, мы все обожаем. Сегодня здесь ползала, Акимата сидит и... Можно, знаешь, что прикольно сделать? Вот прямо сейчас я хотел сегодня вечером выложить выпуск про Алмату и Дусаева. И... Вы можете это сделать прямо сейчас. Вот кто из вас нажмет «Сохранить» и он выложится прямо сейчас. Давай, Зарине. Потом еще меня не надо этот самый... Итак, Ербалат Аскарбекш, Зарина выкладывает выпуск про вас. Сохранить. Просто нажимаю «Сохранить» и он выкладывает все. Все. Просто нажимаю «Сохранить» и получаю срок. Правильно? Все. Да, все правильно. Супер. Сначала сама сохранить. Нажимаю. Сохранить. Я бы до Европы это не делал. Все, выпуск сети. Очень забавно, что это сделала именно Зарина. Потому что я читал комментарии про Дусаева, его так и называют. Ну, коллега Зарины. Кстати, там в выпуске будет это. Вау. Теперь очень интересно посмотреть этот выпуск. Наверное, все уже посмотрят, когда мы выложим это. Да, очень интересно. Ты как раз в Европу сваливаешь как бы... Вовремя, да? Можно не возвращаться. Если еще, у нас Мадина есть. Дусаев не поймет. Да, Адам ей свои шутки и все. Да, если что, просто говорили, что это Мадина сделала. Да, все, договорились. Так, ну смотрите. Мы рассказали про свои планы. Теперь давайте расскажем про свои постыдные случаи, истории. У каждого они есть. Вот эти вот истории, которые приходят к тебе через лет 10 перед сном. И говорят, а помнишь, с тобой такая хрень была? И ты такой, ааа, я только забыл. Вот, то, что ты прорабатываешь долго и пытаешься вообще никак не вспоминать. Давайте попробуем сейчас их вспомнить и рассказать широкой публике. С кого начнем? Кто хочет. С меня давайте. Давай. Это будет про какой-то рэп-фестиваль? Да. Давайте поаплодируем Асхат Ибитанов и его постыдная история. Короче, у меня история о том, в связи с чем я боюсь до сих пор, когда меня в WhatsApp добавляют группы, я боюсь, что это встреча одноклассников. Потому что я считаю, что я там, ну, меня там не будут рады видеть. Ты ассал одноклассник? Нет. Я, короче, учился в школе, обычной среднеобразовательной школе в городе Караганда. И был довольно-таки спортивным и ходил на спортивные секции, которые внутри школы, знаете, вот эти, которые... Это было спортивное зрение? Спортивное зрение? Просто снимали очки и такие... Ше. Кто больше строк увидит, вот это? Да. Или спортивная стрельба для очкариков? Из дробовика. Я ходил на баскетбол. Да, у меня рост, почти как у Джамбула. Метр сто семьдесят восемь. Метр сто семьдесят восемь, да. И вот я ходил на баскетбол, и я как замутил. Я придумал, из-за того, что я ботаник, да, хотя по мне не скажешь. Это был какой-то веган баскетбол? Веган? Ну, ты говоришь, ботаник, это в ботаническом саду вы такие, мяч кидаете, там, кто-то из-за пальмы выглезет. Да? Щавель рос по бокам. И я, получается, ходил на баскетбол. Я придумал, меня вот эти учителя все любили, и я договорился с вахтершей, что я буду брать ключ от класса и там переодеваться. Потому что он очень рядом возле спортзала. Я там переодевался. И она только тебе разрешила так делать? Да, только мне. Она заходила, когда ты раздевался? Она как будто подглядывала. Да, что? Какая ее выгода была? Я такой, я медленно снимаю очки. Блин, возможно. А почему тебе нельзя было со всеми переодеваться? Тогда воняло ужасно. Вы были в спортзалах мужских. И ты хотел, чтобы еще и в классе воняло? Да. А то есть ты, когда побегаешь, не воняешь, хочешь сказать? Да ты на меня видишь, я на лавке сидел. На замене я вот такой, который был. Он же ботаник, он такой, просто алоэ сюда мажешь и все, и все будет хорошо. А эти олухи не знают. Олухи. Олухи. Ботаник. Да, я ходил туда, переодевался, ходил на баскетбол, футбол. И еще на футбол ходил? Конечно. Еще на что ходил? Лишь бы дома не сидеть и сейчас. Ну типа, если мяч в руки попал, ты говоришь, это баскетбол. Нет, а какой-то хреновый ты ботаник. И футбол, и баскетбол, ну как бы нормальная штука. Да я зрение потерял недавно вот. Нет, что что, главное, я просто занимался спортом. Блин, что ты копались? Я должен быть стереотипным шоуником. А не про это, нет? Нет, я просто... То есть ты был спортивным ботаником? В Караганде. В Караганде. В Кажанской школе, рэпер, бля. Во все, я со всем соглашусь, хорошо. Да, нормально. И я, короче, ходил туда. И в школе же вот эта экономия света была сильная. И потому что горел только спортзал и вот кабинеты, которые ты можешь включить. Охранник отключал все, а туалет был очень далеко. Вот тут, я думаю, вы уже... Типа в соседней школе, так? Типа такого, да. Через дорогу. Все-таки кого-то обоссал, да? Не кого-то, а что-то. Знаешь, у меня училка, вот эта преподаватель... Не ее обоссал, сразу вам скажу, чтобы вы в эту сторону не разговаривали. Она тебе еще позволяла переодеваться, там, а ты... Охтерше позволяла. Она ему все позволяла, получается. Давай. Надеюсь, она не будет смотреть это. Ужасно. Вот это... У вас у кого учителя тоже в школе что-то выращивали? Ни у кого. О, у многих вот эти, которые растения красивые. У нас в основном выращивали невостребованных специалистов. В школе. Да. Да, и я... Из-за того, что страшно, ну, мальчик маленький, 10 класс. Ну, а ты про что говоришь маленький? Да. Я буду со всем соглашаться с вами, хорошо. Да. Ну, я, ну, боялся чуть-чуть ходить, еще туда-сюда ходить. Холодно, еще и неохота сильно. И я ходил по-маленькому пописать. По-маленькому, сейчас ты докопаешься, да, по-маленькому. Ходил писать вот эти горшочки для цветов. О, это история пастыдная. Мне кажется, даже растения такие, о-о-о. Не, не, растения после этого, кстати, спасибо. Они радовались тебе. Благоухали. Там цветочек такой, да, пасты меня. А, давай. Ай, еще на цветочек мне сюда копни, давай. На почечку. Давай, на почечку. Знаете, вот такой момент, там вот такие горшочки, и она вот прям забивала вот этой землей, поэтому нельзя было много. И это пробил, как-то здесь, чуть-чуть здесь, как анализы, знаете, знаете, типа вот. Ты просто вот так вот ходил, вот так вот. Чего просто зажимал? Мне когда цветы поливаешь со шланг, вот так зажимаешь дырку, вот так. А у меня там такой кран, и так ш-ш-ш-ш-ш, наветели. Я говорю, ты хреновый ботаник был, они не делают так. И я вот так вот потихонечку, потихонечку. И какая радость у меня была в жизни. Когда моя учительница, блин, мне так стыдно это рассказывать. Когда принесли огромный горшок, можно и по большому чуть-чуть отдать. Не стесняйся, Азхан. Можно. Вот тебе кабинет, вот тебе вахтерша делает. Вот тебе ломбаска. Они унитаз установили в кабинете русского языка просто. А ты вот так, когда ходил, тебе так, как кошка делал вот так? Ну не рукой, не рукой. А чем? А чем? Очками усимал очки. Я, это, нет, ну. Вы же понимаете... Не, мы не понимаем. Реально это бред. Я осуществляю. Ты же так делал, пожалуйста. Никто так не делал? Никто, нет. Мне еще хуже теперь от этой истории. Но ты не проиграешь уже точно. Да не факт. И, короче, какая радость у меня была. Она принесла рассаду от помидоров. Вот эти длинные ящики. В которых можно не зажимать. Можно просто в целом положить, знаешь, как шланг, когда поливают, ложат, его просто течет, и ты такой, нормально. Да, я потому что, я подумал, такой, вау, теперь я не буду. Потому что ты вот это всегда делаешь. Во-первых, чувство стыда и вины, оно у меня присутствовало. Я не конченый, честно вам скажу. Но я уже не мог остановиться, потому что игра началась. Но она еще тебя провоцирует, конечно, она такая, давай посмотрим. Я как эти лудоманы, знаете, я такой, типа, надо остановиться, асхат, просто завязывай. Блин, надо из описа все растения убрать. Да, да, кстати, я... А сколько ты, примерно год ты так ходил? Ну нет, я стабильно где-то. Как, как... Я рос, и эти цветы росли со мной. Сейчас там вокруг школы асхата сад. Нет, ну прикинь, цветочки, они похожи на него. С очками такие. Слово сад по-другому играет. Сад, сад, сад. Я сильно еще переживал, чтобы вот, когда утром училка придет, чтобы вот эта земля не мокрая была. Потому что она же утром начнет поливать, и такой, типа, что за... Я вот этим жестко за... Я за этим жестко контролировал. Я еще, типа, так... Я не дурач. То есть ты погружал туда? Чтобы, типа, сразу в грунт? Я придумал... Сразу к корням. Я придумал систему орошения. Вот эти, видишь, вот этот, который... Ты вот так стоял, вот так. У вас здесь был только что один такой, который придумал эту систему орошения. Оказывается, в Караганде придумали систему орошения. И вот... При этом он говорит, я не хотел, чтобы там пахло. Нет, а мне нравится, что он продолжает историю. То есть это не все постыдно еще. Да, потому что... Вот эти рассады, вот эти ящички, видели же, вот эти длинные? Много-много помидоров. А зачем она в шкулу принесла? Вот сама виновата, мне кажется. Она меня провоцировала, мне кажется. И они начали уже цвести, помидорчики уже наливаются. Желтенькие пока что. Я такой тоже думаю, надо остановить. Я причем... Я причем еще старался, чтобы в землю не на них попасть. Я тоже благородный. Рыцарь. Блин, она увидит, не увидит, но не будет смотреть, надеюсь. И я прихожу... Она сейчас смотрит, и так помидоры есть. Я прихожу в школу, опоздал на урок. У нее урок был русского языка первый. И она сильно орет. Я встал... Я уже пропустил начал. Там тема ее ора не была на доске написана. Я не понимаю. Я уже в процессе... Ну, там, типа, где вот конченые, вот это все. Я догадываюсь, что про помидоры. Я такой, ну все, меня спалили. Оказывается, кто-то съел. Я такой, ужас, ну... Нет, стоп, а чего она орала-то? Ну, типа, вы дураки, вы съели, они еще зеленые орала. Кто, съели помидоры? Вы что, тупые, на них асхат сал. Год целый, человек старался. Я ему для этого специально огромную принесла клумбу. Тупые. Там же написано на горшке, не есть. Она говорит... Садька. Она говорит, вы дураки, говорит, вы зачем это сделали? Это весна еще, они только там, типа, вот... Они только вот нормальные стали. Я бы их оставила. И осенью мы там бы там на... Выиграли бы вот это... Золотая осень, все. Мы бы покушали нормально. Золотая осень. Золотая. 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 Золотая осень. Я такой, типа, думаю, ну все, ну меня не спалили, все надо завязывать. И я все полностью расслабился. И тут мой друг говорит, это я сел. Мне по секрету... Давай угадаю, джамбул. Мне по секрету, говорит, это я сел. Я такой, молодец. И он говорит, я ей отомстил. И вот я до сих пор ему не признался, я... Ты дружишь с ним до сих пор? Нет, я просто... Я вообще сильно... С того момента он не дружит с ним больше, да? Ты понимаешь, да, что он посмотрит и он поймет? Да он обосланные помидоры, что с ним дружить? Он хавает обосланные помидоры. Неприятно. А он посмотрит эту программу? И поймет. Я извиняюсь перед тобой. Да вот это витамины еще, понимаешь, двойные. Уринотерапия некая. И мне было стыдно за то, что я это делал. Мне было стыдно в моменте, когда я такой... Там еще девчонка была, которая мне нравилась. Я думаю, если она сейчас узнает это все. Такой позор. Ну, еще в школе все разносится. Я когда узнал, что кто-то съел... Она такая, огурцы видел? Это я. Я такой, когда узнал, что кто-то съел, я такой, блин, такой кайф. И когда я узнал, что это мой друг, я такой думаю, «Е-мое, почему именно ты?» И он такой счастливый, что он ей напакостил. И он же не понимает, что мы вдвоем ей напакостили. И чуть-чуть ему. Вы, короче, просто обнулились. Ушли в ноль вы, да. Нет, я в этой истории абсолютно не пострадал. Я просто в этой истории плохой человек, и все. Я слушаю очередную историю, понимая, что я проигрываю всем. Ну, типа... Да, ну мы сейчас к твоей истории тоже подойдем. Давайте поаплодируем Асхат и Бетанов. А можно не аплодировать? Аплодируем. Так, кто сейчас из вас будет? Зарина. Давайте я. Зарина Байболова и ее постыдная история. В общем, это вот недавно произошло, буквально на днях. Короче, история о том, как я две недели просто выносила мозг сотрудникам Каспии. Мне кажется, там до Михаила Ламтатца дошло даже, мне кажется. Короче, объясняю. В октябре 18-го года папа, мой папа взял на меня, оформил автокредит на 5 лет. Вот. И вот в 23-м году был последний платеж. Вот он закидывал. То есть он себе взял? Ну, ему там нужно было для работы, чтобы автокредит нам не было. Выплачила ты? Нет. Интересно слышать от него такой вопрос. Начинается программа, обожаю. А что за машина? А выплачивала, кто? А какая машина? На кого она оформлена? На папу подержала. Да, а у меня не было выбора. Там просто типа скину, достай. Блин, а сколько у тебя таких случаев было, когда люди говорили, не, ну папу подержал. Просто папа. Это мне дочка купила ее. Он закрывает. Почка закрывает. Короче. Это не моя машина вообще. В 23-м году, вот в этом году, последний платеж вот в октябре, и все. Мы ничего не должны. И тут я, как бы, захожу в мой банк и вижу, что там задолженность в 500 тысяч деньги. И кредит продлен до апреля. Я такая, что это такое? Я не была просрочек. Потом, помните, в карантин давали отсрочки на три месяца, когда вот было ковид. Я их не брала. То есть не было ни отсрочек, ни просрочек, ничего. Я прихожу в отделение банка, объясняю, что так и так не было просрочек, не было там отсрочек. Откуда такая задолженность? И мне сотрудница говорит, все, секундочку. Она, конечно, смотрит в ноутбуке, поднимает базу. Я знаю, что я ничего не должна по договору. Она вот просто приходит и просто в наглую начинает говорить, нет, ты брала отсрочку. Вот так мне говорит. В рот тебе лицо прям. Просто убеждает меня в том, что я брала отсрочку, короче. Вообще на Каспий не похож. Кому ты наговариваешь. Данька, может, еще что-нибудь в магазине хотите у нас взять? Короче, просто начинает в наглую упираться, типа, нет, вы брали. Все, я, конечно, начинаю говно кипеть. Я все, я оттуда ухожу. Ты превращаешься в эту женщину. В скандаль, который... Я такой, я скандал такой ученю. Почему такая разноценка? Я вот такую бабку превращаюсь. Телефон достаешь вот это. На каком основании? Вы знаете, я вас в инстаграме, у меня аудитория, я вас суд подам на вас. Короче, я просто ухожу оттуда, типа, я так просто это не оставлю. Вы, типа, мошенники, все. Я так ухожу оттуда, выхожу, звоню своему юристу, такая, все, здесь вот такая ситуация. У нее есть свой юрист? У меня есть свой, мне нужно иметь своего юриста. Окей. Звони своему... Она часто за рулем пьяной ездит. Чисто из этого. Я вытащил, я выручил тебе. Спасибо большое, да. Спасибо, что бы я без тебя делал, да. Это... Ты это рукой стал, да? Ладно. Короче, я звоню... Помидорами, да, да. Какая-то рассада. Короче, я звоню юристу, говорю, вот такая ситуация, они хотят меня, типа, на полмиллиона меня нагнуть. Все, сейчас готовьтесь к войне. Мы сейчас будем их просто... Мы обанкротим Каспи-банк. Ну все, мы их засудим, короче. Вот так. Звоню папе, говорю, папа, нас хотят нагнуть на полмиллиона. Поднимай. Ты уже звонишь знакомому, говорю, снимайте деньги с депозита. Они все. А, да, да, я почти вот так вот... Они закрываются, все. Они банкроты, да. Ламтадзе уехал в Париж. Да, да, да. Ламтадзе с Касправдой фоткается, типа, нет. Я звоню папе, говорю, поднимай все свои связи, все, короче, вот. Они обманывают. Потом захожу в отделение, возвращаюсь. Они говорят, надо написать заявление, если вы не согласны. Я говорю, давайте я напишу вам заявление. Я пишу заявление, знаете, в такой максимально токсичной, паксимально-агрессивной форме. Вы твари в Мразии. Ну, вот это типа, нет, вот так вот. Расскажите мне, пожалуйста, откуда задолжить? Вот такое мразевое заявление вот такое. И роспись, знаешь, там на столе отпечаток остался. Я вот с таким нажимом расписывалась. Оставляю заявление. Рыбочку вырвала, наверное, да, которая на веревочке? Да, да. Короче, я оставляю заявление. Там 14 дней рассматриваю это заявление, потом тебе приходит ответ. Вот. Я все эти 14 дней, ну, я оттуда выходила, я все 14 дней прям представляла. Типа, вот эти уже по пабликам, типа, Залина Байболова выигрывала суд у Каспии. Заголовки. Залина Байболова против Каспий Банка. Да, да, вот такие все, где я выиграю, короче. И все эти две недели... Простая девушка из Павлодара. Раскрыла схему махинации банка. Да, знаешь, уже в Гарварде рассматривают этот кейс. Да, да. Реально, я такая, вот так вот будет. Что Каспий против ЛГБТ идет, там, типа, вот это и дело. Да. Да. И приходится... Закенцельный Каспий. И приходится менять значок. С красной. Ломкаться на камеру, извиняется. Я, ну, почти вот так вот было в моей голове. Вот. И я еще в течение двух недель я связывала с службой поддержки. Я прям им телефон, знаешь, вот так вот говорю. Ты их не поддерживал, короче. Вообще нет. Я просто не говорю, да вы, вы простой народ. Вот так вот обманывайте, наживайтесь на простом народе. Да как вам не стыдно? Вот если бы я не спохватилась, да... Вот это еще когда вы работаете за наши деньги. Да-да-да, вы на наши налоги. Мы вас кормим. А вот люди же есть, которые финансово безграмотные. Вот они же вам последние деньги. Там такие речи, там можно, в самом-то, Касхатовской программе можно было вот это записать. Там такие речи. А как мы страну менять будем, а? Как мы страну менять будем? Ваши дети будут здесь жить, в этой коррупционной. Вот просто я вот так вот... Я буду писать Токаеву. Да, вот так вот почти. Я просто... Я буду жаловаться. Две недели, им вот так выносило мозг. Короче, проходит две недели. Они... Приходит смс, что мне пришел ответ на мое заявление. Я задойду. И там, короче, заявление, ответ опять же, что, типа, вы брали отсрочку. Я не брала отсрочку. Сто процентов. Я, короче, говорю, да это... Подожди, они тебе говорят, типа, вы брали рассрочку. Ты пишешь заявление. Отсрочку. 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 Да. Ты берешь... Они говорят, ты брали, вы... Ты брали. Они такие, ты брали. Ты брали отсрочку. Ты можешь на рэперском говорить, мы поймем. Я их настолько... Ты брали, вы брали. Не знаю, как к вам обращаться. Вы брали отсрочку. Ты пишешь заявление, проходит 14 дней. И они говорят, вы брали. Да. Я 14 дней уже все. Повторяю. Это как на вокзале. Вы... Вам конец. Ваши шарашки на конторе. Вот так вот я. Они мне просто ответят. Среди просто написано. Вы брали отсрочку. Вот так все. Ты уже пишешь другим банкам. Хотите раз**ть их? Да. А? Я уже предлагаю, да, планы другим банкам. Я просто начинаю... Ну, у меня начинает бомбить пукан просто. Даже сотрудники, они сами... Я уже только... Сами сотрудники уже верят в то, что это ошибка. Они такие, да мы не знаем, как так вышло, почему... И просто весь персонал банка возле этого ноутбука такие, да как так вышло? Почему система выдает ошибку? Они просто поднимают все справки, просто... У них один ноутбук-то? М? У них только один ноутбук-то? Ну, они... Она же их обанкротила. Я уже... Уже они все распродали. Там человек из дома придется уже, потому что это... Ну, они с этим за ноутбуком, там база открыта, они вот эти все выписки поднимают, и они просто начинают кипишевать. Я такая, да, да, вот, работайте, кипишуйте, давайте, работайте. Вот так сижу, жду, пока они там поднимаются справки, так сижу, жду. И в какой-то момент такая... Я вспоминаю, что я в 20-м году реально брала отсрочек на три месяца. Я такая, а мне уже стыдно сказать, типа, ой, я вспомнила. Ну, типа, я их прям... Ой, я такая дурочка, вот это вряд ли скажешь, что... Да, я пять месяцев такая, заслужу вас всех, вот так. Я такая, я думаю, как сделать? Я просто к ним подхожу и говорю, ладно, задолжен так задолженность, вот так. Ладно. А они такие, нет, там же ошибка, нужно разобраться. Я такая, я просто максимально начинаю такая, да, 500 тысяч больше, 500 тысяч меньше. Ничего страшного. Просто они такие, они смотрят, потому что я минуту назад на них орала, просто типа, вы***ть, мошенники. А потом такая, да ладно, ничего страшного. И просто, короче, они говорят, нет, давайте поднимем. Биполярка бешеная уже человек. Очень сильная. Они поднимают, да, дальше такие, да, зари, ну, давайте, мы уже подняли все документы, я просто очень быстро... С ним говоришь, я знаю лично Асхата Ниязова. Мы с ним к вам придем. Короче, я очень быстро одеваюсь, так собираюсь все свои заявления, тысячу заявлений своих, так, ну, за счет. Они такие, нет, зарядка, не-не-не, не надо, ничего, все, вообще классный банк у вас, так классно у вас, магазин у вас вообще супер, просто я вот так начинаю хвалить, просто очень быстро ухожу. Потом звоню папе, а папа там уже, поднимает руку, то он уже заряжен, он такой, типа, что, кого мы садим в итоге, вот так вот, вот такой он. Там уже имена, фамилии, адреса всех, кто оформлял. Там уже спецназ возле отделения Каспи-банка, такие, сейчас выбиваем дверь, забираем архивы. Зарина, это ты тогда была, да, получается? Да. Да? Честно скажи? А там подробности не рассказал, в интересах следствия Зарина обрасофилилась-то. Что за ложь? Я, как раз, звоню папе, и он уже такой тоже заряжен, и я ему боюсь сказать, что, типа, да, я просто, я две недели его просто накачивала, что нас хотят обмануть. А куда юрист делся в этой истории? Юрист, я просто сказала, тоже. Юрист, он вболился. Юрист, просто, мы с ним на связи бы, я сказала, да, ладно, там, ничего такого. Я ему тоже не сказала, что это я, б***ясь. А он уже в суде с Петютомами, да? Он уже с папками в суде, да. Я папе тоже не могу сказать, потому что он там уже заряженный, всех там поднял, нашел. И я просто говорю папе, что они признали свою ошибку, что, типа, за должность списали. И папа такой, а, ну все, хорошо. А это был для папы автокредит, и он закидывал за него. И, получается, в итоге мне надо будет до апреля самой закрывать автокредит, 500 тысяч, потому что я не могу сказать папе, что я п***лась. Не, ну это справедливо, справедливо. Это справедливо. В итоге я планирую не появляться в Каспио-делении где-то года два примерно, и буду сама платить автокредит. Вот такая история. Да. Спасибо большое тебе, что рассказала честно. Прикинь, опять же, с кайфом, как они будут смотреть этот выпуск. Все те, кому ты вынесла мозги, которые... Я тебе больше скажу. Мы отдельно вырежем это и продадим это им на новогодний корпоратив. Чтоб Михаил Ламтадзе вышел и такой, ну а теперь коллеги... У меня для вас сюрприз. В номинации РАБГОДА. Внимание на экран. Ужасно. Мне прям было очень стыдно. Да, это же так неловко, когда ты начинаешь вот это вонять, и ты начинаешь, знаешь, типа, фамилия ваша, должность. Ты последний день здесь работаешь. Боже, я себя реально так ввела. Просто я себя так ввела. Мне еще... Я прям что без очереди вот так. Да у меня, они меня там обманывают на полмиллиона. Понимаешь, я просто скандалила. Ты плакала там еще? Нет, плакали сотрудницы, которые меня обслуживали. Я прям как мрая. Ну извинись перед ними, сейчас. Сотрудники Каспии, простите меня, пожалуйста. Я... Тебе нужно 500 тысяч, да? Ну я не брала никакие отсрочки, конечно. Тебе нужно 500 тысяч, да? Да, у кого-нибудь есть 500 тысяч, ты как-нибудь. Давай, может быть, сделаем донаты. А ты... Мне кажется, они не хотят после этой истории. А ты перед папой не хочешь извиниться? Потому что, как и по истории, я понял, что он не останавливался платить. Да, кстати. У меня батя, он не останавливался. Если он не знает отсрочки, и он закрывал кредит, значит, тот продолжал во время коронавируса. Короче, у меня там была афера одна. Новая история. А теперь на самом деле постыдная история. Короче, да, папа закидывал... Я украл у папы деньги. Закидывал мне за кредит, но я взяла отсрочку, и я, короче... У меня тогда... Я потеряла работу в 20-м году, типа, все, сократились у меня... Тогда стендап не проносил еще деньги. И я, короче... Нельзя было наступать еще как раз. Да. Я так и сказала. И, короче... Стендап не переносил деньги. А кем ты работала? Я работала СММ. И у меня сократились проекты. Короче, нужны были папки, не осуждайте меня. И ты решила... На счет отца? Да. Короче, я решила купить приставки PlayStation, две штуки. Они по 150 тысяч стоили. И играть. Да. Работы нет. Сдавать? Сдавать их. Я сдавала... Я 200 тысяч вытаскивала в месяц. Это для карантина неплохо было. И не могла закинуть за машину. Ну, там больше выходило за... Вот, и получается, что да, папа мне закидывал бабки за автокредиты. Я их накопила и купила приставки. И сдавала их, и зарабатывала себе на жизнь. Но забыла про это, что надо бы потом закрывать эту срочку. Вот. И думала, что... И опять пришла в кастфи, думала, что за... Какие PlayStation? Не брала я никакие PlayStation. Прикол, если ты реально PlayStation в кредит взяла и забыла, то это просто еще не плачет. Откуда рассрочек? Да. Но, кстати, они реально в какой-то момент уже... Я была так уверена, что они сами уже поверили, что это ошибка. Прогнитесь, если бы мне реально списали бы эту задолженность. Они бы... Было бы не так стыдно. Спасибо большое тебе, что рассказал эту историю. Спасибо большое. И у нас на очереди еще одна постыдная история, которую мы все уже очень долго ждем. Пожалуйста, Асхат Ниязов и его постыдная история. Сейчас какой-то Даниал в каком-то городе такой... Такс. Поближе. Так, иди сюда, мой друг. А прикиньте, если он здесь где-то сидит там. Сразу смех стих. Вот так. На самом деле мне уже стыдно, потому что все истории, которые я сегодня выслушал, не такие, на мой взгляд, постыдные. В смысле, у меня не такая постыдная, потому что... Ну, во-первых, у меня, как у Зарины, проблемы с памятью. То есть я уверен, и все мои друзья знают об этом, что там постыдные истории чуть ли не каждую неделю. Типа, ну... Мне кажется, сейчас Акимы, к которым ты приезжал, они такие... У него еще и проблемы с памятью. Он, наверное, по второму кругу приедет к нам. Опять будет до этой водки в холодильнике д*****. Ну, то есть, типа, я никого ни разу не обоссал. Я... Ни детей, ни растений вообще ни разу. Я не забывал про кредиты и не орал потом. Ну, давайте так, если она будет не очень, я еще одну расскажу тоже, типа, чтобы, да, чтобы вы удовлетворились все. Да. Да. Просто перед Акиматовскими неудобно будет. Да, вот из того, как вы мне позвонили, из того, что я вспомнил. Недавно был случай. Мы с моей подругой на Зымгуль сидели, кушали, обедали. Был такой, типа, фудкорт. Там было много столиков, все обедали. За чей счет был обед? За счет Даниэла Кенжитовича. И рядом с нами сидели два парня, которые смотрели на телефоне мой выпуск. И Наза говорит, смотри, смотри, смотрят твой выпуск. Я говорю, ну, классно, все, давай кушать дальше. И она говорит, подойди к ним. Я говорю, зачем? Ну, прикинь, они офигеют, типа, блин, они тебя смотрят. С микрофоном. Да, типа, ну, прикинь, вот они смотрят, они вот кушают и смотрят. А это же, типа, лучший комплимент для видео, для контента. Типа, когда ты кушаешь, смотришь, значит, тебе очень нравится. Можно я запущу? Я такую херню смотрю, когда к хаваю иногда. Ко мне вот эти индустрии, которые бассейн делают, ко мне подойдут. Или богомол, который... Зарина что-то хочет сказать. Я хочу задушнить. Ну, давай. Правильно говорить, есть, а не кушать. Продолжаем. Я поэтому всегда говорю, хавают. Это Зарина, которая недавно сказала, садись в тюрьму. Я их... Она говорит, клал в тюрьму. Садить помидоры надо, Асхар. Да, да. Я разбираюсь в этом. Садовник, блин. Я вообще не могу от твоей истории, на самом деле, еще отойти. Типа, блин, еще и твой друг захавал эти помидоры. Бывший друг. Конечно, теперь бывший. Уже точно бывший друг. Вот, и она прям... Я говорю, нет, Наза, я такое не люблю. Успокойся, все, давай кушать. Она такая... Есть. Давай есть. Давай есть. Да, и дальше? И мы ели. Дальше. Но Наза мне не давала есть. Не ожидал, что в русском языке тебя тоже будет поправлять. Пригни! Подарю тебе книгу. Путь Абая, да? И вот, то есть мы ели, ели, и она всю дорогу просто мне... Да нет, подойди, ну... Вот она уже сделала так, что типа, ну что ж ты за мразь-то такая? Типа, ну ты можешь приятное людям сделать. Ты просто, тебе просто подойти, тебе что жалко, тебе что трудно. Вот они через пять метров сидят. Ну а прикинь, если они вот так смотрят, капец, он дал... Да, вот так. Им неприятно вообще на тебя смотреть, вот так. И вот она просто надавила на вот это, что вот я мразь, мол, типа, зазвездился. Ты уже сам такой, ну что я не человек, что ли? Я такой, да, типа, ну думаю, ну ладно, сейчас я порадую ребят. И она такая, все, наконец-то, да, да, типа, все. И мы, господи, мы обошли весь этот фудкорт, потому что, чтобы зайти с той стороны, чтобы было на камеру, она еще снять хотела это все. Она сняла это видео, даже есть. Ты еще прошелся по ТЦ, посмотрел, какие проблемы, чтобы вопросы задать. Да, да. А ты с микрофоном? И ты подходишь к ним? Нет, я не беру микрофон, когда ем. Ну молодец. И мы обошли, блин, весь этот ТЦ, что это было. Ну фудкорт. Да, фудкорт. И, то есть, обошли так, чтобы было видно, что вот они смотрят, и я подхожу, и Наза все это снимает. И мы подходим, и два чувака вот так вот сидят, кушают, смотрят, молча вот этот выпуск. Блин, не помню, какой был выпуск. Да. И я такой, типа, подхожу, Наза это все снимает, и говорю, холостин, ребята. Они так поворачиваются, и дальше кушаю! Я такой, типа, ну окей. На нее смотрю, она угорает просто. Телефон там наверху, она ржет больше всех. Я говорю, что ты ржешь? Типа, ну блин. То есть, из-за нее это все случилось. Стыдно ей должно быть про эту историю. Она в итоге поржала, она еще, мне кажется, до ночи ржала. Она всем рассказала эту историю. Нет, нормально, да, сама меня все это вынудила сделать. А пацаны просто, они такие, идут, смотрят. Я такой, как дела, пацаны? И дальше идут, кушают просто. Для них ты вообще какой-то, ну. Они просто хавают и просто к ним, типа, как дела. Да, да, вот в этом и суть. То есть, они такие, типа, че это было вообще? Не мешай нам смотреть. Э, два фаната Торжанова сидели такие, о, новый выпуск про него. И мне так стыдно было. Не знаю, почему должно быть на Азе стыдно, но мне было стыдно очень. И вот я первое, что вспомнил, вот такая история есть. А ты не стал их, типа, это же я вот так, нет? Ну, да кого там я хотел провалиться сквозь землю, типа. Обожаю вот это, блин, долго еще. Я казанский, не знаю, блин, все, рассказ. Ну, ну, кто это? Ну, кто самый, да, типа, вот эти. Скоро меня посадят, ну, кто, ну, ну. Еще Асхат такой, вот, хотите видео загрузить, нажмите кнопку. Скотина, скотина. Блин, то есть это выглядело, что я выпендриваюсь, да? Абсолютно. Жесть, мне теперь еще одна постыдная история. Вот. У тебя есть еще постыднее? Не, у меня есть еще история. Если у нас хрон позволяет, то, типа, как развлекать еще людей. Я думаю, что да, нам позволяет хрон. Ну, типа. Так. Ну, окей. Интересно. А, нет, нет. Когда ты задумался, нам стало интересно. Мы такие, так, давай, доставай. Ну, типа, ну, вот такая вот. Сейчас все Акимы вот так вот к экрану поближе. Нет, нет, там опять же, опять же. Ладно, бутылку я подложил в холодильник. Ладно. Капец. Это отсылочка. И прикинь, это таким-то я знал. Да не мать. Я же говорил. Я же говорил ему ничего. Я же говорил, там пустая была. Пустая. Я же пустую клал. Откуда там? Я же ему говорил, ничего нету там з***ал. Он же сказал з***ал, да. Да, это слово. Это слово. А то я сейчас скажу, а потом кто-то вырежет, будет говорить, типа, вот, материшься. Короче, такая история была. Опять же, должно быть стыдно моему другу, про который буду рассказывать. То есть у меня есть друг, девушка, ее зовут Ира Камышова. Мы ее называем Камыш. А мы сидели с ней, вместе работали на телеканале, очень долго сидели. Как оригинально вы придумали. Она тихо сидела. Покачиваясь иногда. Или иногда шумела. А это нормально, да, потом? И ее иногда курились. И рыбаки ходят туда ссать. Те лишь бы поссали. Те лишь бы кого-то, да. Он, кстати, рыбак. Что с тобой? Что с тобой не так? Почему, когда ты растение видишь, ты открываешь черенку? Желание бешеное. Мне кажется, он в цветочный магазин приходит и говорит, а можете розы пока принести? Почему не в мою сторону отдыхаешь? Да, говорит. Блин, вот этот букет не убивай его. Ты его не грязи только. Не благодари. Дуреха. Короче, и вот она. А у нас такие с ней отношения, знаете, типа пацанские. То есть там типа... Типа, эй, а вы калайсон там, типа, эй, мразь. Вот такие... Почему Галла у меня вот игрушка басала, он меня бьет, вот все, вот игрушка. Нет, я же просто отыгрывал. Это не настоящая моча была. Вот мокрая такая. Я бью по-настоящему. Да. Вот, потому что она... Асхазнязов бьет девушку. Сейчас сразу Акимы режут это видео. Ты вот так и делаешь. Да, ну типа вот, потому что она всегда вот справа сидела. И у нас вот сложились такие отношения, прям по братски. Как говорят, свой пацан, да? Свой пацан, да. Свой пацан, окей. Могли перегибать палку, но только мы понимали, что это юмор. И как-то на... Ты физически прям? Ты в какой-то момент... Ну... А, периодически на больничном. Может быть, не душил? Может... Или такой, что за... Ты вставай, не притворяйся. Камыш, камыш, просыпайся. Да, друзья. Типа не душил, но мог там спокойно вот так сделать. Вот так мог делать. Ну, короче, вот такие отношения. И она, короче... Когда в выпусках говорят, у нас сгорел камыш, ты везде сразъебываешься. Да. И день рождения у меня, она мне там что-то дарит. И записку сделала в нашем стиле, типа, чтоб ты, мразь, сдох. Там, типа, там... Ну, такое все. Вот такие приколы. Да, такие приколы. Все друзья делают. Обычное письмо тебе от Акимата. Да. Ты просто в эту стопку положил. И я, короче, положил это письмо дома. И как-то ко мне приезжает мама. И я захожу после, ну, рабочего дня домой. Мама сидит, глаза на мокром месте. Я такой, что случилось, мама? Схат. И все, и она уже начинает рыдать. Тебя угнетаю, да, здесь. Тебя... Она... Что, расскажи? Давай уедем из этого города. Хочешь, хочешь тебе. Я все пойму. Расскажи мне все. И она рыдает. А мне стыдно. То есть мне было стыдно. Не камышу. Я ей рассказал, она угорала. Типа, вааааа. Типа, как ты мог не сжечь это, типа. И мне было стыдно перед мамой. Ну, я, то есть я пытался ей объяснить. Но это выглядело все, как будто я придумываю. Да мама, я тоже вот про нее пишу, смотри. А я не писал никогда такого. Не докажешь никак. То есть я, конечно, ей звоню, там, начинаю говорить. Не докажешь никак. Типа, эээ, камыш, объясни, что происходит. Мама говорит маме, тут рыдает. Она там пыталась ей что-то объяснить, вроде как. Сын камышом дружит. Который и камышу обсирает его. Надо уезжать из города. Точно. И вот еще одна постыдная история. То есть мама прочитала письмо от камыша? Где тебя обсирают? И подумала, что тебя здесь буллит, угнетают. Булят, что, да, меня там, типа, вообще жесть. То есть там такие фразы были. То есть без контекста не понять, что это юмор. Да, и она очень расстроилась из-за этого. Вот. Спасибо тебе большое за эту историю. Давайте поаплодируем. Это был Асхат Ниязов и его постыдная история. Я понимаю, я проиграл, да? Подожди, еще нет. А у тебя есть еще что-то? Нет. Ну, у меня еще есть маленькая буквально. Она недавно, я просто вспомнила. Ты знаешь, для меня какую-то постыдную историю? Ну, связанная с тобой. Я недавно была в Алматье. Записывала сольника. Мы пошли завтракать. И реально со мной сел кто? Кенжитаевич? Реально со своей семьей. Серьезно? Серьезно? Я сижу и слышу, блядь, что это знакомый голос. Я когда породию делаю, я же тысячу раз смотрю, блядь. Я думаю, что это знакомый голос? Мне яйцо пашут, другое. И он вот так, как галам, вот так вот садится рядом со мной, с женой, с внуками. И я, а я же в интернете такая, да? Надо их блядь, высмеивать. А в тот момент я такая, хоть бы он меня не узнал. Хоть бы. Это все Асхат. Я не про... Я просто породию снимаю, и все. Я вообще не про чем. Если честно, за вас была та же чуть-чуть. Он когда смотрел в мою сторону и такая... Нет, прикол был, если бы он всей семьей сидел и выпуск Асхата смотрел. Хау. И Асхат такой подходит, как у вас дела? Нормально. Нормально. Нет, я думаю, что... Как тебе бояться? Ну, в смысле... Она, она Павлодарская. А он Павлодарский. Почему ты переживаешь? Когда я породию тебе скидываю, ты не можешь мне про это сказать? Да. Я, вот это будет. Я подумал, что ты смелая, Зарина. Да нет, на самом деле просто, знаешь, ты был типа... О, прикольно. Я просто себя в голове разгоняла, что если он у меня узнает, как он у нас будет делал. Подожди, это KFC было или что? Ну, типа, какая пафосная кафешка. Нет, это была кофейня. Ты думаешь из-за того, что его отстранили у него вообще? Нет, ну за... Думаешь, он в KFC? Я думаю, что я в KFC завтракаю. Нет, стоп, я к чему? Я так выгляжу. Ну, в 9 утра 6 крылышек острых. Да, возле мусорки. Нет, я к чему. Я думал, он ходит... Вот тебя теперь после этой шутки реально закопаются. Нет, это была обычная кофейня, не знаю. Я к чему? Я думал, что он только по Рис Карлтонам ходит, типа, и в каких-то вип-кафешках кушает. А это была, типа, какая-то... Ну, я не помню, как называется в Алмате какая-то кофейня, где очень вкусные завтраки. Оно очень популярное в плане именно завтраков. Каганат? Нет, нет, нет. Какое я впечатление создаю? KFC, Каганат. Вы думаете, я не могу здесь в нормальных заведениях? Ну, то есть это было... Это точно он был? 100%. Это 100% он был. Фотка есть? Мы вот так вот сидели. Мы вот так... Здесь Айкун есть менеджер. Мы с ней были. Скажи. Это был Даня Ахмедов. Я к чему? Что мне говорили, что он... Потому что, когда мы... Я же его когда искал, у меня... Что значит? Ну, типа... Что это значит? А, вот тогда понятно. Когда ты сказал, типа... Я что, один, типа... Куда ты уехал, типа? Ну, да, за границу. С помощью... С помощью сервиса дешевых билетов. Авиасейлс.кз. Авиасейлс. Самые дешевые билеты. Лав, обожаю. Все на свете. То есть вы реально думаете, что он позавтракал в KFC, потом купил дешевый билет на aviasейлс.кз? А расплатился хомкредитбанком хомкартлайт. Пожалуйста. А он с телефоном Honor сидел, нет? Ну, я... Мы сидели, мы поняли, что у него вообще все прям классно. Потому что... Как ты это понял? Ну, мы сидели, он такой, сейчас поедем, яблоки соберем. Потом шашлык пожарим. Ну, так... Я послушивала его, он так... Реально. Вот к чему я и вел. Можно подробности какие-то? Ну, типа, мне интересно. Я вас слушаю, только про яблоки. Это, знаете, типа, интересно про бывшую же узнать. Типа, что делает? Вот, типа... Типа, и че, и че она? Зарина, Зарина, а про меня он говорил про меня? Ну, я услышала... А мне говорили вот этот долбанный ебанок? С микрофоном вот этот. Я услышала только про яблоки и про шашлык. Яблоки он собирает, господи. Ну, хорошо. Окей. Яблоки соберет. У меня создалось впечатление, что ему вообще п*** что происходит в интернете. Он такой, в соберем яблочки, потом сошли по журнам. Яблоки соберет. А ты здесь рассказываешь, как тебе было стыдно. Короче, у него все в ажуре. Ну, это какая-то была такая хорошая кофейня, я не знаю. Ну, не рис, карлтон там, не что-то. Как-то мы сейчас очень много всех прорегулируем. А вообще, надо есть в ДОДО пицца. Вряд ли Даниил Кенчатайович ест ДОДО пиццу. Типа мне два дотстера. И по промокоду 5889 еще пиццу Ариева в подарок ему. 449. О, вместила интеграцию. На самом деле, нам ни одна интеграция не заплатила. Мы просто будем им звонить и говорить, вы нам должны. А они такие, ничего мы вам не должны, мошенники. Ничего мы вам не должны. А мы будем говорить, Каспи-банк, 500 тысяч. 500 тысяч, Каспи-банк. Мы напишем заявление. Да, ну, спасибо вам большое за ваши истории. Это были реально постыдные, увлекательные истории. Теперь давайте решать, кто из вас будет выполнять задание, которое у меня здесь есть на карточках. Как вы будете это делать? Сейчас по очереди, как рассказывали истории, вы должны будете друг другу поставить баллы. Два балла. Это постыдная история. Один менее постыдный. Можно я просто сейчас тревожь началась? Мы вот это... Ты еще одну историю скажешь? Мы сейчас вот это, мы прям все оставим в эфире, да? Все, все, все. Только это и оставим. Хорошо. Меня и Асхата не будет в кадре. Мы на всякий случай даже смех уберем, чтобы вас не определили по голосам. Думаю, что тебя что-то типа глупти закопает. Я, если что, их не знаю. Вот, это дисклеймер. Я их не знаю. Яблоки он собирает. Яблок. Пойду яблок соберу. Мне просто скажут, что в следующий кадр я вот так вот... Все. Это я все придумала. Асхат, Асхат, они были обоссаны. Все. Кайф. Ты счастлив? Яблоки. Дорогу, дорогу очень. Вот я х**, если у тебя просто перед порогом будет корзина с яблоками. Желтыми. Да. В общем, Асхат, ты рассказывал первую историю. Давай поставь баллы своим коллегам. Ну, чё скажу, чё скажу. Все-таки мне стыдно за Зарину сильно. Вот если я был на ее месте, я такой, да, е-балла. Поэтому Зарине... Так и было, да. Спасибо большое. Два балла. Зарине два балла. Асхату один. Ага, Асхат. Зарина, ты рассказывала вторая. Пожалуйста, кому-то какие баллы поставишь? Ну, я бы поставила Асхату. Два. Не? Вот ему. А, конечно. Асхату номер два. Асхату, который еще долго будет на свободе, ему два. Да нет, я же все. У тебя еще как тюремная решетка, да? Ладно, Асхату поставлю. Вот этому Асхату поставлю два, а этому Асхату один. Я абсолютно согласен. Итого у нас два, два, два. И, пожалуйста, кому ты поставишь два балла, кому один. Ему определенно десять баллов я ставлю. У меня двенадцать. Типа, да, два балла ему и один за риме. Да, итого у нас три, четыре и два балла у тебя. Поэтому ты должен выполнить задание. Задание здесь у нас. Я видел эти задания. Джамбул забрал самую кайфовую эти, скажу честно. Блин. И шторы тоже кайф. Соглашайся на шторы, если я не опять предложу шторы. А можешь шторы кому-то повесить? Ты же можешь без стульчика. Да. Прикинь, донялки, чутающие шторы вешают. Не, собрать яблоки для одного молодого человека. А там записка от камыша. Мразь, говно. Маме не показывай. Пес. Ходить и просить прохожих почесать спину. Это ты писал? Что за реакция? Ну, типа, кто это писал? Ну, типа, окей. Это вот он писал. Это мне сейчас надо сделать? Нет, это мы с тобой запишем днем, когда будет много людей ходить. На набережке условно. Будешь ходить и просить сайт спину. Либо в каком-нибудь яблоневом саду. Окей, без проблем. Спасибо большое. Давайте поаплодируем нашим участникам. Вместе с нами сегодня были Асхат Эбитанов, Зарина Байболова и Асхат Ниязов. Спасибо большое. Всем привет. Я Асхат Ниязов. Я выполняю задание, потому что проиграл в шоу. Мне стыдно. Здравствуйте. Я к вам такой странный вопрос. А можете мне спинку почесать? Можете. Сами вас спа. Киршин, такой вопрос. А можете мне спинку почесать? Это какой-то разум. Сразу видно. Она попахивает. Можете, нет? Да? Да. Ой, спасибо большое. Ага, можете мне спинку почесать? Давайте. Давайте. Сфоткаться хотели? А, салам алейкум. Вопрос такой. Можете мне спину почесать? Да? Спину почесать. Слушайте, все прям это... Хорошо. Вы слышите этот звук, как по куртке. Рахмет, Рахмет. Салам алейкум. Светлана, вопрос такой. Вы можете мне спинку почесать? Нет. Как стыдно. Это реально стыдно. Че-че. Так, спасибо. Подписывайтесь на вашу. Продолжение следует...